Всем привет, с вами Денчик, сегодня расскажу о своем золотом билде, погнали! Ну что ж, мой сет основывается на перчатках моточерепов, через бесстрашие, второй вариант через барретт и третий вариант через жилет оверхилла. Также я использую колени со секречной, чтобы бустить оружие и кабуру, чтобы бустить все статы. Но давайте по порядку, начнем с броника. Бесстрашие, соответственно, 9 убыстрения, 15, 680 здоровья и 51 боезапас. Вставки все на 265 и 266 пуля, соответственно, и шанс критического попадания. Без ставок жилет имеет 1269 пуля, практически кап. Так, переходим к маске, это, конечно же, регенерация 30% на хилл, основная характеристика 4 шанса крита, сопротивление возгорания. И также вставка на 265 пуля, 1 шанс критического попадания. Без вставки 1264 пуля. Засекреченные колени с излокования, соответственно, здесь урон от критического 9, 3 второстепенные характеристики сопротивления разным эффектом. Без вставки 1400 каповая пуля и вставка 265 и шанс крита. А феникс, либо крылья, как кто говорит, это первая помощь в самолечении 6%, и она стоит везде. Также у меня имеются чемпионские наколенки шортбоу, которые позволяют быстрее взрывать гранаты. Они у меня также все на пулю. Есть на сила навыка. Есть пуля урона открыта. И есть пуля здоровья. Все меняется в зависимости от ситуации. Переходим к рюкзаку. Это специализация по-любому. 200% у нас сила навыков повышается от оружия и запаса сил. Основная характеристика 9% урона открыта, боезапас и также пуля. Без вставки 1266 пуля и со вставкой 165 шанс крита. Фениксы или крылья на 6% первая помощь в самолечении. Далее, перчатки мото-черепов, соответственно, пуля, но не кап. Такие они уж выпали. Урон штурмовой, шанс крита, урон открыта. Также у меня есть другие перчатки. Каповая пуля, броня отличная. Шанс крита, урон штурмовой, но урон броне противника. Кабура засекречена, одинокая звезда. Каповые значения практически все. 1401 это максимум. 1395, 1398. 3,5 шанс критического попадания. Вставка стоит, соответственно, первая помощь в самолечении 6%. Итак, переходим к оружию. Это ЛУАЦ. Базовый урон 30 тысяч. Без всех каких-то бонусов. Он просто базовый, это бесстрашие. Перчатки. 9700 практически пуля. 22 урона по броне. Таланты, смертоносность, реакция, коварство. Конечно, у меня очень много пушек разных, но сейчас я использую коварство. Я не стакаю мастерство. С такими талантами. Шанс критического попадания у меня 37% со всеми вставками. И маской, и кобурой. И урон от критического попадания 131%. Голову 86. Урон от оружия 30 тысяч. Что по обвесам. Коллиматор на 19 урона открыта, 3 шанс, 5 в голову. Глушитель 19 открыта, 3 шанс, 6 в голову. Ручка 19 открыта, 5 скорость перезарядки, 2 точность. Магазин 18,5 емкость, 3 шанс, 5,4 скорострельность. В итоге ОС у меня 550 тысяч. Выстрелы в минуты практически 900. Магазин на 65 патронов. Вторым оружием я использую АУК. Можете плеваться, не плеваться, но он заливает. Могу вас уверить. Урон базы у него 28. Шанс критического 21. Выстрелы в минуты у него маленькие. Но смертоносность, реакция и мстительность делают свое дело. Когда хила недостаточно, ЛВА заканчивается. Я просаживаюсь по ХП. И если я достану АУК, с реакцией и мстительностью это 35%. Плюс криты, плюс шанс крита. На нем 48%. Каждый второй это будет крит. И 129 от крита. Пистолет я использую особый Рино. 52,5 дамаг у меня. Опытность и реакция. Опытность. Если уровень здоровья цели менее 30%. Оружие наносим на 100% больше урон. Что касается моей живучести. Максимальное здоровье 170 тысяч. Живучесть 230. Броня 32,71. Какие цифры по манекену? Вблизи у меня 33 тысячи. Потому что 30 тысяч имеет ЛВА без всего. И 10% это 3000 от реакции. Соответственно это 33 тысячи. Крит в тело 76,200. Голова. 61 красный. 113 крит. Если дать меткость талант. После этого в тело 85. Крит. Что такое меткость? Это вот такой талант. Противник пораженный выстрелом в голову. Будет отмеченным импульсом на 10 секунд. Остальные таланты соответственно. Спасение в беде. Это 20% от аптеки. Следующий ответный удар. Когда ваш запас здоровья снижается до критического уровня. Активные навыки становятся на 20% быстрее. И военврач, чтобы хилить своих союзников. Что касается ауга. Это 30 тысяч в тело. И 70 тысяч крит. ЛОА. 33 на 76. Практически одинаково. Считаю, что это аппшка. И у меня перчатки на штурмовую. Когда работает пстительность на ауге. Соответственно урон практически как на лоа даже больше. Конечно у меня есть другие пушки. Это аук пара XS. Который смертоносец реакция коварства. Есть другие лоа. Но это нужно использовать в силу навыка. Дальше есть лоа. Смертоносец реакции. Мозги. Это есть еще вариация моего билда на урон. Ставится это лоа с мозгами. Ставится хилка на урон. И маска на аптечку 10%. Соответственно мы получаем здесь 10. На маске уже 20. И хилка на урон 15. 35 буста. Ну плюс бесстрашия 8. И перчатки 16. Это если мне нужно конечно прожать. Плюс можно патроны зарядить. Огненные или бронебойные. И тогда еще дополнительный буст урона. Также вторым оружием я использую снайперку. Доработанную М44. 167 урон в голову. 184 с бесстрашием. Готовность по любому. Брутальность и дисциплина. Здесь конечно можно было бы иметь мозги. Но если рядом имеются мобы. Я убиваю моба. И по любому с таким уроном. На расстоянии более 30 метров. С брутальностью. Я могу делать крит в голову. И это будет ваншот. Есть другая конечно снайперка. Классический М44. 201 с бесстрашием. Кровь могу повесить. Брутальность и мозги. Здесь я могу проколоть. Или мне дадут хилку на урон. Мозги с касканом. С брутальностью. С бесстрашием. 200. Если еще 10 процентов это 220 тысяч. То соответственно здесь тоже может быть ваншот. Также вторым оружием я использую дробовик. С бесстрашием. 149 базовый урон. Контузия в принципе не имеет значения. Брутальность. Реакция мстительность. Второй вариант билда. Это через жилет баррет. Конечно там не 8 процентов. Но 5 процентов. Плюс защита 10. И сила навыка. Но барреты у меня в принципе такие. 1256 пуля. Здоровье. Сопротивление. Байзапас. Также есть пуля. Здоровье. Байзапас. Сопротивление. Байзапас. Броня практически 2000. 28.1 урон от ЛВА. Жизненная сила. Чтобы был оверхилл. Моя живучесть поднимается на 252 тысячи. По здоровью также 170. Что касается таланта коварства. Оно используется исключительно когда есть саппорт. Конечно же вы знаете что если у вас 2 и более сегмента здоровья. Шанс крита повышается на 10. Не нужно стакать мастерство. Потому что оно зависит от твоих талантов. И силы навыка. Соответственно здесь тебя похилили. Коварство работает. Реакция работает. Смертоносность работает. То есть пушка всегда при 3 талантах. В принципе с 250 тысячами можно жить спокойно. Если у вас хороший саппорт. 100 тысяч дает оверхилл. Это у вас будет где-то 270 тысяч до здоровья. Если сейчас 170. Но кто работает с 200 тысячами здоровья. Тот понимает что 30 тысяч в тело. Это 2-3 патрона. Поэтому в живку вкладываться я не вижу смысла. Конечно если мне не хватает живучести. У меня есть коленки. На здоровье. Рюкзак конечно же есть на здоровье. Без проблем это все меняется. Кабура есть такая же на здоровье. Практически со всеми статами. И вставки у меня также имеются. 267 пуля. 3243 здоровья. Что касается маски на упорство. 10% урона от аптечки. То вот 1272 каповая пуля. Броня в принципе нормальная. 4 шанса открыта. И 16 сопротивление дезориентации. Для пвп конечно можно использовать коленки шортбоу. Для того чтобы быстрее взрывать гранаты. Но бывают такие моменты. Что ты кидаешь гранату под себя. Не успеваешь выйти из этого круга. Ну и взрываешь себя и свое хп. Поэтому иногда лучше использовать засекреченные коленки. Они пустят тебе оружие. Ну и соответственно у них здесь броня выше. Ну и остальные характеристики лучше. В принципе еще раз пройдемся по персонажу. Сейчас у меня через оверхилл. Это 28037 шанс. Урон открыта 131. Голова 86. Точность 2%. 5% от перезарядки. Доп урон от всего оружия. 16 это перчатки. С бесстрашием это будет 24. Урон от штурмовой. 1300 это перчатки. 22 урон по броне. Угроза 47 это глушитель. Сила навыка 114. Убыстрение 8%. Живучесть 252 тысячи. Максимальное здоровье 170. Броня 3280. 7 842. Что касаемо моих талантов. Моих навыков. То это антискан. Соответственно сейчас у меня 37 на 131. Это 37 шанс крита и 131 урон. Плюс мой антискан добавить еще по 10% туда-сюда. Получается 37. 47 это каждый почти 50. Каждый второй патрон критом. Плюс 131 141 урон открыта. Откат восстановления навыка антискан 45 секунд. Это нормально. Далее у нас хилка. Обычная тройная увеличенная доза. Самолечение 110. Плюс маска 30%. Это где-то плюс 35-40 тысяч. Соответственно 150-160 я выхожу в фулл хп. Потому что у меня 170 тысяч. В принципе нормально. Снизу я самого не смогу прохилиться. Потому что я у меня срежу быстро. А с первой клетки то я ухожу практически в фулл хп. Откат 50 секунд. Но если играть с саппортом, то проблем здесь никаких не будет. Что касается аима, отдачи и того всего, то... Вот, пожалуйста. А это обычно отдачу контролить. Весь магазин уходит в человека. Никакой отдачи. Вот если я не буду тянуть мышку вниз, то она идет вверх. В принципе ЛВА самая простая для контроля. Если взять М4, вот она вся обвешанная, то ее трясет куда-туда-сюда, туда-сюда. Она как-то в голову очень сложно контролится. ЛВА лучше. Если вы видите, крестик постоянно стоит на голове. Ну в принципе на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Никакой отдачи аима и по манекену, как тут аим будет работать. Никаких макросов нет. Такой вот у меня сет. Да, я так заливаю. Ждем 1.8. Посмотрим, как там все исправят. Сейчас идет ПТС. Поэтому я и делаю обзор своего билда под конец 1.7. Потому что в дальнейшем этот сет уже может быть не актуален. Но посмотрим. Еще раз всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться, ставить лайки. С вами был Денчик. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok